О шахтёрской работе писатель Вениамин Николаевич Мальцев знал не понаслышке. 19 лет проработал он на шахте Христофоровской и во многих своих произведениях описывал этот нелёгкий труд. Создавал яркие образы шахтёров. Вениамин Николаевич Мальцев член Союза писателей СССР, лауреат премии имени Бориса Горбатого. Он родился в Горьковской области, но большая часть его жизни связана с Донбассом, с городом Красный Луч. Он окончил горный институт в Ленинграде. По приказу Министерства горной промышленности три года проработал в Румынии. После этого по распределению приехал в Красный Луч. Сначала он работает горным мастером, так как получил профессию горного инженера. И совмещает он свою работу с писательской деятельностью. Первый рассказ был напечатан в Краснолучской газете «Знамя коммунизма», первая книга в Луганске. На дебютную книгу его вдохновила работа, друзья и коллеги, которые каждый день сталкивались с таготами как шахтёрской, так и крестьянской деятельности. Читателям Вениамин Мальцев запомнился особой проникновенностью описания природы и жизни. Он был очень активным, очень общительным человеком. И писал он, конечно же, о людях, которых видел вокруг себя. Вениамин Николаевич участвовал во многих мероприятиях нашей библиотеки. Встречи с читателями проходили. И даже выездные мероприятия с участием краснолучских писателей он обязательно посещал. Издание его произведений подтвердило, что в Донбассе работает самобытный, интересный писатель со своим стилем, со своим видением жизни. На протяжении долгих лет Вениамину Мальцеву писали многие поклонники. Среди них были русские и белорусы, казахи и евреи, таджики и литовцы, хакасы и молдаване, чехи, поляки и болгары. Не даже в месяц до своего 55-летия краснолучский автор ушел из жизни после изнурительной болезни 11 июня 1986 года. Его литературное наследие – 8 книг. Их содержание наполнено смыслом, который всегда найдет своего читателя даже в современном обществе. Тема работы, тема дружбы, тема чести в жизни – они всегда актуальны. А тема природы – это просто вечная тема. Конечно, всегда интересно посмотреть, тем более, о нашем городе, то, что писал писатель о наших краснолучанах, пусть это было много лет назад, но, мне кажется, актуально это всегда будет. Познакомиться с творчеством Вениамина Мальцева можно в городских библиотеках. Здесь ждут и тех, кто и сам, как Вениамин Николаевич, пишет о Красном Луче. Новости телеканала «Луч». 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 Новости телеканала «Луч».